Привет, друзья! Сегодня, начать этот блог, я бы хотел рассказать о очень хорошей притче, которую я в своё время узнал, она мне очень понравилась, и хочу поделиться с вами. Что такое притча сама по себе, да? Это какая-то мудрость, обращённая формой истории. То есть вместо того, чтобы просто тебе сказали, что ты должен делать, тебе рассказывают какую-то историю. И воспринимая её, анализируя, ты сам додумываешься до того, в чём смысл. Это притча из тех времён, когда не было автомобилей, самолётов, и люди путешествовали между городами на своих двоих. Это было намного дольше, но зато позволяло вам увидеть мир, что тоже очень полезно. И это история как раз про одного такого путника, который уже довольно долго шёл из одного города в другой, горами, лесами. И вот он обходит очередной холм и видит человека. Человек сидит рядом с большим камнем и очень горько плачет. И Путин подходит к нему и спрашивает, что случилось? Почему ты плачешь? И человек начинает причитать. У меня самая ужасная работа в мире. Мне приходится сидеть каждый день, целый день на этом солнцепёке, под палящим солнцем, обтёсывать эти огромные камни, которым нет числа. И мне за это платят какие-то гроши, которых ни на что не хватает. И это просто ужасно. Путник ненадолго задумался, он решил пожалеть этого человека, дал ему монетку и пошёл дальше. Спустя какое-то время он увидел ещё одного человека, тоже рядом с гигантским валуном. Но тот уже не плакал. И Путник подошёл его и спросил, что ты делаешь? И человек сказал, видишь, я работаю. Я обтёсываю камни, чтобы из них получались кирпичи. Это тяжёлая работа, но ему платят за неё деньги, и благодаря этому он может содержать свою семью. Путник подумал немного, дал ему монетку и пошёл дальше. Ещё какое-то время прошло, и он встретил третьего каменотёса. Тот просто светился от радости. Хотя он тоже обтёсывал огромный камень, и было видно, что он устал. То, что его мышцы были напряжены, его лицо покрылось потом. Но он был доволен. И Путник удивился, как так. Он подошёл к нему и спросил, почему ты так радуешься? Каменотёс даже не сразу ответил на его вопрос. Он закончил обтёсывать камень, поднял лицо на Путника и сказал, разве ты не видишь? Я строю школу. Здесь будут учиться дети. И вот тогда Путник задумался. Я хочу, чтобы вы все задумались, потому что, по большому счёту, наша жизнь, она гораздо сильнее зависит от того, как мы её воспринимаем, чем от того, чем она есть на самом деле. Если вы фокусируетесь на мелких вещах и не видите глобальной картины, если у вас нет какой-то глобальной цели, к которой вы стремитесь, то жизнь, конечно, будет тяжёлой. Но если вы знаете, что в итоге вы хотите получить, если это действительно что-то стоящее, то это будет заряжать вас энергией. Тесать камни на солнцепёке изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день это очень непросто. И если ты думаешь только о том, что тебе нужно обтесать эти дурацкие камни, тебе будет ещё тяжелее. Но если ты знаешь, что из этих камней построят школу, что там будут учиться дети, что он позволит им стать лучше, узнать что-то об этом мире, это совсем другая история. И к чему я на это всё говорю? Я отлично понимаю тех, кто приходит домой в 10, в 11, 12 вечера, уставший после рабочего дня, когда ничего не хочется делать, хочется просто прийти и вырубиться. Но надо тренироваться. Потому что если ты не будешь тренироваться, у тебя не будет результата. Нельзя построить дом, не складывая в него кирпичики. А каждая ваша тренировка – это как раз такой кирпичик, который вы кладёте. И если вы просто думаете о том, что тренироваться полезно для здоровья, или «ну, мне нужно сегодня сделать 50 отжиманий, вот такой вот у меня тренировочный план», то, конечно, тяжело найти мотивацию. Меня мотивирует то, что мой уровень со временем растёт, и чем выше мой уровень, тем большим людям я могу показать преимущество тренировок с собственным весом, тренировок на уличных площадках, показать им, что не нужно тратить деньги на то, чтобы быть в форме, что нет никаких секретов, кроме тяжёлой работы. Вот что меня мотивирует. Возможность повлиять на жизни других людей. Я бы не стал заниматься всем этим, даже сто дневку бы не стал создавать, просто ради того, чтобы привести себя в форму, просто ради того, чтобы другие люди могли себя привести в форму. Так похудеть или набрать мышцы. Это не та цель, к которой стоит стремиться. Это хорошая цель, здоровье это хорошо, сила это хорошо, но это не та, не тот масштаб, к которому вы должны стремиться. Вы должны стремиться стать лучше во всех сферах жизни. Тогда, тогда это будет жизнь достойная того, чтобы жить. Я стараюсь стремиться к этому, поэтому я тренируюсь. Каждый раз, когда я выхожу на площадку, я знаю, что я должен выложиться по полной. Потому что сегодняшний день закончится, и если он не прошел хорошо, он был потерян в пустую. Одни у нас не так много, на самом деле, осталось. Поэтому надо оценить. Каждый из них. Вот какую-то такую историю я хотел рассказать вам сегодня. Надеюсь, она поможет тем, кому тяжело найти мотивацию, кому тяжело заставить себя тренироваться после тяжелого дня. Надеюсь, она поможет вам увидеть что-то большее. С вами был Антон Кучума. Увидимся в следующих роликах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Делает качки по Билану. Ага. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...